Это газета, которая была опубликована предвыборная компания команды Чалова. Тут еще мы видим «Единая Россия». Поэтому, если мы будем объективны, это в принципе как бы программа «Единая Россия» в лице Алексея Чалова и его команды. Если быть точными и объективными, называть все своими именами. Хотелось бы обсудить объективно, подойти к каждому шагу, который нам обещали наши, можно сказать, патриоты. Потому что за счет патриотизма они на белом коллеконе ворвали законодательное собрание. И дать все-таки оценку тому, что было сделано. Значит, на сегодняшний день состояние здравоохранения, может быть, сдвинулось немного с мертвой точки, но в департаменте здравоохранения, как сидела команда Восканяна в полном составе, так она и сидит. Руководит здравоохранением Емельяненко Ольга Анатольевна. Та, которая тоже иногородняя, та, которая тоже приглашена была Восканяном. Поэтому в целом ничего не меняется. Вы видите очереди в поликлиниках с 5-6 утра, особенно в детских поликлиниках, в детской стоматологии. Недовольство, по последним вопросам, тоже 70% недовольны состоянием здравоохранения. Законодательное собрание зашло на популистских темах, не компетентное, нет специалистов настоящих, которые могли бы действительно принимать те проекты законов, которые бы помогли Севастополю. Исходя из этого, мое мнение, я и раньше его озвучивал, что вместе с выборами губернатора надо проводить выборы законодательного собрания. Чтобы шла единая команда исполнительная и законодательная власть, вот это будет правило. Мы провели муниципальные выборы, мы заменили практически все местные советы. Не практически, а все местные советы местных депутатов. Но Законодательное собрание продолжает питать иллюзии в том, что они в состоянии обеспечивать дальнейшее развитие. В чем заблуждаются? Очень серьезно. Потому что даже элементарная аналитика, которую я проводил за весь этот период времени, показывает нам, что во главе с Законодательным собранием и сегодняшняя муниципальная власть, во главе с фарио-губернатором, последовательно доводят людей до всеобщей нищеты. Это совершенно очевидный факт. Мы знаем, что Севастополь всегда был объектом разведустремления иностранных спецслужб. С учетом того, что здесь главные штабы, главные пункты управления войсками. Кто обладает этим городом, тот имеет влияние и преимущество геополитическое в Черноморском регионе. В том числе на возможном, как рассматривают, вероятном театре военных действий. Однако, к сожалению, в Севастополе есть силы, деятельность которых, деструктивная деятельность которых, она подыгрывает разведывание подрывной деятельности иностранных спецслужб. Это я имел в виду про группу Чалова в Закто-Браге. Только в условиях общенационального согласия мы можем идти вперед, добиваться выполнения намеченных планов и изменять жизнь к лучшему. Самое опасное сейчас, я подчеркиваю, самое опасное, пустые обещания, которые хуже всякого предательства. Которые ничем не подкреплены и за которыми лишь стремление дестабилизировать ситуацию, расколоть общество. Это самое опасное. Этого нужно не допустить. Владимир Владимирович. Зак Собрания, функция законодательства Собрания, писать законы, облегчающие жизнь населения. А не создавать ненужное напряжение по поводу и без повода. Я за то, чтобы вместе с губернатором Севастополя провести честные выборы в законодательное собрание. Пусть придут достойные люди, которые реально болеют душой за город Севастополь. Где законодательное собрание? Чем занимается господин Чалый, со товарищи? Я вам скажу, он прославляет себя, любимого, Че Гевара. А почему не команданта Фидель? Ну уж чего тут скромничать. Ну уж и бы Кастро себя обозвал там или еще кем-то. Мы все знаем, чем закончил Че Гевара. Вот. То, чем он занимается. Вместо того, чтобы принимать мудрые, полезные для Севастополя законы. Пиаром вносит раскол в сознание горожан, раскалывает общество и пользуется этим. Так вот, подводя итог этим 24 шагам, хотелось бы вспомнить русскую поговорку. Плохому танцору яйца мешают. Вот, видимо, Алексей Михайлович танцор плохой. Набрал он людей в свою команду, которые абсолютно на 100% не имеют собственного мнения. Они являются ведомыми, они делают это кнопкодавы в чистом виде. Никакой смысловой нагрузки они не несут. Люди эти далекие от всего вообще, что существует в этом мире. Профессионально не реализовавшиеся в большинстве своем. То есть это люди, которых очень удобно использовать. Я называю вещи своими именами. Итак, из моего опыта взаимодействия с Алексеем Михайловичем, с Александром Михайловичем, с главным собранием и с новым, вот этим модным, креативным правительством, я могу сказать только одно. Упаси Господь Севастополь и севастопольцев от этих деятелей. Поэтому давайте мы все-таки попробуем в этот раз на этих выборах выбрать губернатора, которого мы знаем, которого мы уважаем, который достоин быть губернатором. И уж это точно не приезжий какой-то должен быть товарищ. И второе, вот ЗАГС Абральна Алексея Михайловича надо просто, не знаю, куда-то отсюда отправить. Чем быстрее, тем лучше. Кто может сказать или привести хотя бы один пример, в чем они нас защитили? Где они представляли наши интересы? Где законы, которые нужны были для жизнедеятельности города? Концепция Алексея Михайловича Чалова и его команды, да мне глубоко до нее, потому что это все воздух. Нам нужны реальные вещи. За этот промежуток времени уже можно было далеко уйти. Но мы почему-то катимся. Если Крым каким-то образом идет потихоньку вперед, то мы очень большими темпами катимся назад. И нельзя это все сваливать на приезжих. Здесь пропорционально ответственность ложится на законодательное собрание. Хотят они этого или нет? И пока мы не избавимся от законодательного собрания, это мое четкое убеждение, и этот вопрос обсуждался у нас на полицовете партии, ни о чем положительном говорить нельзя. Мы не можем. Я поддерживаю полностью инициативу, которая здесь была, по недоверию ЗАГС собрания, по их распуску, по обращениям. И прошу в протокол, если меня поддерживают все присутствуют здесь товарищи, геномышленники, о том, чтобы все-таки обратиться, инициировать политическим партиям города Севастополя, собрать круглый стол, или там, я не знаю, совещание, и выйти с предложением на президента России, о том, что невозможно более терпеть. За раскол законодательного собрания, за дискредитацию Общенародного фронта, за попытку рейдерского захвата Общественной палаты, членами ее, поквотят законодательного собрания, а также за неисполнение своих полномочий, за нагнетание социальной напряженности, приведших к расколу гражданского общества Севастополя, и ухудшение жизни по всем направлениям требуем, сложить в себя депутатские полномочия истинных патриотов, Чалова, Алексея Михаила, Кожанова, Горелого, Посметного, Щербакову, Кулагина, Алтабаева, Аксенова, Маченко, Караваева и Круглова. Общественное палате Севастополя, согласно федерального закона 21.07.14, номер 212, об основах общественного контроля в Российской Федерации, согласно статье 22, инициировать проведение общественной экспертизы с целью оценки эффективности законотворческой деятельности законодательного собрания Севастополя и исполнения возложенных на них обязанностей. Просим членов партии «Единая Россия» поддержать нашу инициативу о распуске законодательного собрания и проведение внеочередных выборов законодательного собрания одновременно с выборами губернатора в единый день голосования. Сделал за то, чтобы принять наше решение постановления списком в целом, прошу голосовать. Воздержавшиеся есть? Против. Единогласно.